...человеке, который известен далеко за пределами Кривого Рога. Это единственная премьера и показ фильма в Кривом Роге. Вы сейчас можете его первыми увидеть. Я сейчас хочу пригласить на сцену сына Александра Васильевича Восякина, нашего скульптора, о котором фильм Сергея Александровича. Еще меня спрашивали, куда можно поставить цветы. Вот здесь есть ваза. И кто принес цветы, можете поставить сюда память об Александре Васильевиче. Добрый вечер вам всем. Слышно, все нормально, да? Я чрезвычайно тронут и рад тому, что вы пришли сюда, на пределу фильма о моем отце. Сегодня, шестое число, видимо, так звезды сошлись. Отец всегда в качестве, ну скажем так, своего кумира и эталона в скульптуре считал Микеланджело Бонаротти. И ровно сегодня, шестого марта, родился, это день рождения Микеланджело Бонаротти. Вот. Фильм, который вы увидите, вы оцените сами. По поводу этого фильма, мне очень приятно зачитать письмо, которое на этот счет написал чрезвычайный и полномочный посыл Республики Польша. Это письмо отправлено в адрес режиссера этого фильма, моего друга и друга Александра Васякина, Григория Аморько. Я сейчас зачитаю прямо. Меня очень радует, что личность выдающегося скульптора Александра Васякина будет увековечена в документальном фильме. Художественный замысел, который вы, Григорий, намерены воплотить в жизнь, несомненно, значительно вписывается в укрепление культурного диалога Польши и России. Ваш фильм сможет приблизить достижение этого знаменитого художника, которому мы, поляки, особо благодарны. За создание скульптуры нашего известного соотечественника, святого Иоанна Павла II. Мы гордимся, что этим памятником восхищаются жители Москвы. Мы также постараемся использовать все наши контакты, чтобы привлечь интерес польской публики к вашему фильму. С уважением, Владимир Маркшиняк. Фильм вы увидите сами, я уже говорил, свое мнение о фильме вы создадите сами. А сейчас мне хотелось бы представить вам Григория Моэля, скажем так, ледокола этого фильма. Главное, что не ледоруб. Витаю вас в этом зале, прекрасном абсолютно зале и замечательного театра. Для нас большая честь стоять на этой сцене перед вами, тем более вот в такой день 6 марта. Для нас было принципиально, чтобы вы были первыми зрителями, которые смогут в Украине увидеть этот фильм. Потому что 11 числа, 11 марта, в Доме кино в Киеве, в 18.30 в синем зале, этот фильм будет премьерно показан уже в столице Украины. Я должен сказать буквально мало слов, но очень важных для вашего понимания этого фильма. Первое. Фильм снимался в августе 2013 года. Все то, что вы услышите, сказано в августе 2013 года. И никаких комментариев по поводу трагических событий последних лет здесь ждать не надо. Но все то, что сказано, с моей точки зрения, абсолютно актуально для сегодняшнего дня. И ни одно слово своего значения не потеряло. Второе. У меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, максимально внимательно читайте все те плакаты, которые не случайны в этом фильме. И слушайте текст тех песен на разных языках, которые вы услышите в этом фильме. Тут нет ни одного случайного слова или случайного кадра. Здесь все имеет смысл. Ну а в остальном смотрите кино. И спасибо вам еще за вашу память об Александре Васякине. И дай вам Боже. А сейчас я предлагаю посмотреть фильм к вашему вниманию. Эти памятники хорошо известны всем. Но в момент создания они были другими. Их изменила война. Она жестоко вмешивается в жизнь вообще и в искусство в частности, разрушая их. Однако существует и другой взгляд на войну. Пропаганда часто представляет войну справедливой и даже романтичной. Вот, например, что писал Карл Хайнштокхаузен, известный композитор 20 века. С точки зрения разрушения, соперничать с войной художник не может. По силе воздействия война гладиосней. А вот другая известная цитата. Красота спасет мир. Хотя полностью у Федора Достоевского она звучит так. Красота спасет мир, если она добра. Но добра ли она? Увы, многие утверждают, что при всем своем ужасе война красива. Особенно восприимчивы к такого рода пропаганде молодые люди. Не зря среди героев войн их так много. Но кроме того, они еще и жертвы войны. И ее основной корм. Вместо живых родителей, учителей, наставников, потомкам остаются памятники. А затем, с крушением очередной идеологии, уже другие люди, тоже искалеченные войной, обрекают памятники на разрушение. Каково все-таки влияние войны на человека, на художника? Мы попробуем внести свою ленту в эту дискуссию. Ведь наш герой художник, знающий, что такое война. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внизу напротив окна Большой драматический театр Медегорикова Вот сейчас Торстоногова Окна выходят Это самое Мы из окна наблюдали Как там прогуливаются Я там поступил в школу Вот братья В детские садики Очереди, как раньше назывались Младшие Если я дома все трудились Все работали И безделья не было Поэтому все это, как говорится Откладывалось полезным грузом В моей биографии В школу я пошел в 1933 году Мама сшила из клевенка сумочку Вот Сумочку я положил У отца Бумага была чертежная Акварельные краски Он чертежи делал И я с этим самым Львовчиком С кисточкой И с этой Кленчатой сумочкой Пошел В первый класс В 1937 году В 1937 году В Ленинграде В Ванечковом дворце Открылся дворец пионеров И к моему счастью Руководил Вел кружок Профессор Ленинградского Академии художеств Альфредов Дорфович Иберлинг Он Увидел У меня Мои работы И пригласил К себе В творческую мастерскую В которой занимались Аспиранты У него мастерская была На улице Чайковского Двусверный Стеклянный потолок Короче говоря Ну как жили художники Наша дружба Училась в 30 В 40-м году Когда была Финская война Дело в том Что Ленинград был На военном положении Затемнение Вот А мастерская у него Потолок стеклянный Вот ее закрыли Много ушей В эти годы Наверчено Чтоб на руках Ни дар Ни народ Раскрывайте Теперь Нам Наверчено Половинки Широхих Ворот Раскрывайте Теперь Нам Наверчено Половинки Отец Пошел На фронт Мы, кстати Получил Первую медаль За два В финскую войну Вот Но он офицер Командиром Лейтенантом Что была война Плохо Мы знали Мы были плохо Информированы Мы были далеки От функциональной Политики Мы были Вот Под колпотом А войну В войну мы играли В войну играли Ну Например Я до сих пор Помню Очаговские Песенки Возьмем винтовки Новые На них Лашки И Как-то Стрелковые Пойдем Кружки Возьмем винтовки Возьмем винтовки Новые Наш Песенки И Возьмем винтовки Возьмем винтовки Пойдем кружки Возьмем винтовки Такая Военизированная Военизированная Была Диалектика Не диалектика А лексика Вот Значит Отряд Спино Командир Вот Фронт Трудовой Ну короче говоря Все элементы Военизирования Проникали В бытовые И Считалось Порядки Вещей Мы слушали Речь Сталина Друзья И Сестры К вам Обращаюсь я Мы сидели на крыше Гасили эти зажигалки Вот тогда Мы по-настоящему По-настоящему Не играя Серьезно Мне уже 16 лет было Вот Так что И началась блокада Голод Начал ощущаться Потому что В сентябре Месяца 9 сентября Вот Немцы Бомбардировали Бадаевские Склады Продовольственные Которые Кормили Ленинград Три дня Горел Вот Потом уже Зимой Мы ходили С саночками С матерью И с Димкой Вот Копали Землю Там Сахар Горел И она Была Сладкой Это Широкий Круг Страх Когда Идешь По улице Там Падает Человек Его никто Не поднимает Потому что Упадет Рядом с ним Вот Надо было Ходить За водой Долбить Это самое Пробу И несли Ведро На шестой Этаж Дрова Еще Как-то Так Порубить Вот И Извините За Глубое Это самое Ведро Ну Унитаз Куда Выливали Через Кухонное Окно Вот так В окно И вот Эти Желто-зеленые Соснышки Во дворе Вот Вот это Было Было Страшно Тишина Помню Мама Ложки Серебряные Носила На кузнечный Рынок За две Буханки Хлеба Вот Керосин Можно было купить Можно было купить Все За продукт Перед Казанским Собором Был Дровяной Рынок Туда Свозили Дрова Грабили Квартиры Мертвых Шубу Забирали Там Вот Ну Дрова Тоже Стоили Деньги Сломать Там Паркет Вынести Там Стулья Сосед Умирал Через мост Идешь В этот магазин Выстаивать Очередь По-загородному Идет Машина Друженная Трупами Они Даже Брезентом Не прикрытые Вот Дальше Брат Заболел Мы его Повезли В Троицкую Больницу А перед Троицкой Больницей Это самое Там Перед Приходом Штабеля Сложенные Это самое Голые Раздевали Вот Раздевали Вот Так что Это все Это Я не рисовал Даже И Ни бумаги Ни карандашей Не было Это Все Наслаивалось Вот И сейчас Я как говорится Вот Закрой Глаза Я Помню Это 14 марта Совершенно Случайно С мамой И братом Попали В Эвакуационный Пункт Там Очередь Большая Это На эвакуацию Мы вдвоем С мамой Тащим Это Самое На ступеньки И А очередь Как по стеночке Вот И мы Мимо этой стеночки Мама идет Мы ее Спиной Идем к двери Вот Затаскиваем Знать Как эвакуируют Вот Доходим до двери Какой-то Обернулись Дверь Мама Открывает дверь И мы туда Заходим Это Когда Начинается Оформление Документов На эвакуацию Люди Ждут А мы Без очереди Втиснулись И получили На завтра Четение Эвакуационные Документы Вот Надо было На финляндский Вокзал Дойти Через Неву Пройти Короче говоря Быстренько Дома Это самое Смотались Вот Мама Еще была Как говорится Швея Бартиха Вот Дома Была Машинка И гениальный Ход Она взяла Вместо Барахла Швейную Машинку Мы на эту Тяжесть Положили На саночки И там Что-то Какой-то Барахлешка За счет Этого И это Ей очень Помогло Когда мы В село Родное Вернулись Она Подрабатывала Шучьем Вот Иголки В то время Были Две Золота В армии Оказалось Очень Просто Первый Раз Меня В октябре Месяце Забрали Проводили В школу Снайперов Я Стрелял Хорошо У нас Был военный Урок И мы Как говорится У нас Был военный Капитан Раненый У нас Учил И зажигалки И делать И все Такое И стреляли Вот И я Чего-то Попадал Вот Ну и Нас Несколько Человек Вот Повезли Туда Ну мы Приехали Слишком Поздно И В эту школу Снайперов Набора Не было Я вернулся Домой Меня Встречали Как Как Смир Декабрь Месяц уже Не вернулся И вот Как Не особой Техникой Но Разминировать Нас Учили Учили Какие Взрывчатка Какая Какие Мины Все Прыгающие Немецкие Мины Такие Вот На штыре Колпак Такой А там Шарики Вот Короче говоря Учили Что надо К меня Подходить Вот Так Вот Шум На палочке Это самое Вот Потом Я Обкатываюсь Луками А в ней Может быть Три вида Взрывателей Нажимной Боковой И снизу Еще Чтобы поднять Вот А Противопехотные Мины Те вообще Как Как Пенальчики Или как Сейчас эти Смопосье Коробочки Картонные Вот Там 50 грантолу И взрыватель И все И разбрасывали Самолетов Их Вот Раскидывали И Немного Наступил Только ногу Отрывало Вот И И все Героики Нет Война Это прежде всего Труд Честно скажу Мне везло На товарищ Это В армии Это Это все А в армии Сам Умирая А товарищ Чему Выручай Другого Ты Стала Да Нет Помнится Это Радость Не забывается Как Сказал Лев По печали Никогда У нас Поиска Интеллигентные Как говорится Радисты Это Самая Шофера Ну Элитные Как бы Среди Просто Пехотинцев Но я Как говорится И в саперном батальоне Я Лежневку Укладывал Я Окопы Копал В интернете Была Додж Три четверти С американской Железной СССР 284 Танки Английские Или Американские Валентина Второй фронт Был Очень Нужен Конечно Помимо Аккумуляторов Солдат Мотор Это Велосипед Вот И ручка И вот так вот Крутишь Электричество Генерал Говорит А Когда Перестает Говорить Я должен Не крутить А он Не отнимает Ручку От клапана Вот 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 Такие Пироги Во время Войны Совершенно По-другому Начинаешь Ценить Ну Всю Остановку Война Никтоит Война Обнажает Определенные Таланты Скажем Люди По-другому Начинают Оценивать Свои Возможности Оценивать Темная Темная Ночь Только Пули Свистят По степи Только Ветер Удит Провода Тускло Звезды Мерцают Еще Какая Новая Любовь Одна Землянка Чего Стоит Огонь И Пригол Книг Землянки Гармония Ты Был Эт Твари Стоит И сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четырех шагах. Победу встретили в Латвии. Наш батальон был между Тукумсом и Лепая. Мы были на холме таком. Солнце, вот помню, и сосны. Слышал стрельба. Пришел старшина ротный. Говорят, хлопцы, война кончилась из автомата вверх. Окончание войны для меня не праздник, а прекращение службы, как работы. Для меня это конец. Наконец-то мы не будем это дело делать. Не будем заниматься. Совсем другое все. Ждали всего хорошего. После демобилизации из Днепропетровска в 1948 году я поступил в художественное училище в Ленинграде. Через пять лет передо мной стоял выбор, где быть и как работать. Я закончил училище с отличием. Имел право, как говорится, поступать в институт. Я прикинул. Пять лет училище и шесть лет институт. Я выйду в сорок лет молодым специалистом. Вот. И я подумал, если бы он дал чего-то мне. Вот. Я попробовал, как говорится, ощутить это на самом деле. Найти место в Ленинграде было чрезвычайно трудно. Он насчитывал только членов Союза скульпторов больше 150 человек. И в высшем ленинградском образовании. Вот. Ну и скульптуру нужна мастерская. Помещение. Поэтому найти работу и помещение, мастерскую в Ленинграде мне не предстает никакой возможности. Дайте мне направление в крыло и рог. ПЕСНЯ В свете ищих таких не зустринешь нигде. Но первая чисто скульптурная работа была политизирована по подаче. Потому что мои коллеги там, ну короче говоря, не было политической экземинки в скульптурной группе. Художник втро и выбирать согласно своему темпераменту, воспитанию, отношению к людям, своих героев. У меня нет ни одной работы, где бы я полемизировал его со своим заказчиком. Данка, великолепная полуфигура, а динамика там. Я в душе композитор, скульптурный композитор. Я могу компоновать многофигурные композиции, этому не научишь. Оно чувство есть, чувство архитектоники, чувство прекрасного. Здесь не только, как говорится, последний бой. Здесь пластика человеческого тела, красота в движении. Это должен быть живой человек. И в то же время он должен отличаться каким-то образом. И вот получается пластичность композиции. Для меня и мужчина, и женщина человек. Красота мужчины и красота женщины. Она разная, но их родит одно, они красивые. Они великолепно, гармонично созданы. И, в принципе, никакой ротик. Столько нереализованных, сколько хотелось бы сделать. Масса эскизов в мастерской у меня, которые ждали в свое время реализацию. У меня дома в жизни не было такой. Был просто восторг. Все беды, как говорится, проходили легко. Я счастливец. Счастливчик, в смысле. Жизни мне повезло. Но мы будем считать. В Голодомор остался жив. В Блокаде остался жив. При эвакуации остался жив. На фронте остался жив. На учебу, в будущем, хорошую. Вот. Место работы выбрано хорошо. Я очень, кстати, доволен, что не остался в Ленинграде. Я здесь был первым парнем на деревне. Был единственный искустор профессиональный в Кривомбурге. Это очень звучит. Так что это тоже хорошо. Вот. Мне повезло с женой. Мне повезло с сыном. Какого черта мне еще надо? Искусство-то индивидуально. Это коллективно не создается. Произведение коллективное. Это, может быть, балет. Или там что-то. Даже не балет. Вот. Демонстрация. Да даже не демонстрация. Нет. Творчество-то сугубо. Но. Оно рождается, это творчество, в окружении подходящей для тебя среды. Ты не любого, а который соответствует твоему внутреннему состоянию. Вот. Если мне не нравится человек, я его не буду делать. Среди моих работ нет ни одной работы, где бы я не жил одной жизнью с героем. Девушки отдыхают. Война идет рядом со мной, не переставая. Войну из моей жизни не вычеркнешь. Как бы я был, если бы не было войны. Война, захват территорий каких-то определенных, откуда можно получать прибыль интересную, которая будет осваивать новые территории, новые технологии, новые отношения к людям во время войны. Совершенно по-другому начинаешь ценить всю остановку. Война нектует. В смысле разрушения, катастрофы, они тоже как-то концентрируют экономические силы. Но за каждой экономикой стоит человек. Ну, как нужно назвать его? И идея, и рож, что ли. Новую технологию или новую общественную ситуацию. Война обнажает определенные таланты. Люди по-другому начинают оценивать свои возможности. В какой-то степени война служит двигателем прогресса, как не печально это сознавать. Увы, не терялась памяти ни на один день. Закрою глаза, я помню. Люди превратились в личности. Коллектива нет. Спрашивать только, отвечаешь сам за себя. Казалось бы, с одной стороны, хорошо. Но Россия или Советский Союз не был воспитан, как воспитаны немцы, как воспитаны французы, англичане, датчане. Особенно, скажем, шведы. У них определенно сложился модус поведения. Они твердо знали, что они будут делать через 10 лет. Все организовано. А у нас дичь, скифы. Кто круг за голову успел схватить? Также 9 мая. Вот очень хорошо, что нас вспоминают. Нам это лестно, приятно. Когда мальчики и девочки стучат за дверь, и поют песенки, и приносят сладости. Так что приятно, когда тебя хвалят в смысле праздника. Ничем не отличаются от Нового года. Для меня, например. Как Новый год, обыкновенная жизнь. Мы отмечаем этот праздник. Всеобщий год вне зависимости. Также 9 мая хоть чем-то отметили то, что мы пережили. Как-то оценили, какая-то такая оценка идет. Недавно. Хотя это сверх... Мы верили, что победим. Нам не надо было, чтобы не ради парада им будет отмечать. Сделали дело по-рабочему, по-простому. Пять лет сложного подвига. Момент. Истинный момент, что вот душа человеческая даже и тогда не гибла. Будучи в Москве, я подумал. А при чем здесь мирные люди? Вот мы делаем памятники генералам, солдатам, героям. Ставим их на высоту. Вот. Венки приносим, отмечаем. Вот. А что делают простые люди? Вот. Простые люди. Значит, жена, дочь или сын, отец. Дед, внук. У меня, я насчитал, восемь человек. Которые страдают в войну, не имея ни малейших выгод от нее. Это мирные жители. Отцы, матери, деды, дети, невестки, жены. Вот. Которые... Ну, Хиросима, Дрезден. Представляете себе? Тысяча самолетов в течение часа уничтожили город. Чем это объяснить? А пострадали? Я как солдат, я имею в руках ружьё, и я врага могу убить. Он для меня убийца, я для него убийца. Вот. Я ему не друг. И, как говорится, бей, чем хочешь, но убей. Вот. А они это при чём? Маленькие, слабенькие, покинули все. И без руководящего звена нет хозяина в доме. Я считаю, что я должен отметить это дело. И считаю своим долгом, вот, что я сделаю хотя бы макет мирным жителям, жертвам всех войн. Вот. Он никому не нужен, руководству. Его не протолкнёшь. Нужен спонсор, беценант. Мне очень, очень хочется. И вот я частично это восстанавливаю. В моделях, вот детали эти, вот. Ну, вот их, как говорится, вот было блокадное, например. Пример, живой пример. Великолепное Пискоревское кладбище в Петербурге сейчас. Вот, великолепные скульптуры. Это Исаева, Таурия. Я, как говорится, знал, кто это дело делает, и сделали хорошо. Дальше что? Идут могилы с камешками. Так? Всё. И всё. Люди пришли туда. Играет музыка. Говорит этот самый, колокол. И уходят. А кто они лежат? Только слово ленинградцы. Блокадники. А чего они делали? А почему им такая честь? Вот. И я захотел, чтобы какой-то поставить монумент. Монумент мемориальный, чтобы который в каких-то деталях показывал, что они делали ленинградцы в это время. А они же не сдавались. Они боролись. Они верили. Вот. И унижались. Вот. Их схоронили. Ну, большинство без надписей, без фамильных. А приехал кто-то молодой. Ну и что? Здесь лежит там полтора миллиона, скажем, или девятьсот тысяч. Вот. Погибших в блокаду. Ну и что же? А вот когда он посмотрит, чего люди делали в это время, как хотим зажигалки, как там, ну, короче говоря, работал на это самое. Для них это не шуточки. Это жизнь. Вот поэтому я, как говорится, считаю, что если есть невозможность, помимо, скажем, парадно-торжественных заказов, вот, ну, и, как кажется, служу верно. Для меня, вот, я сейчас не могу назвать точную дату, когда я захотел делать блокаду. Блокада родилась еще в училище. Мне очень хотелось вылепить скульптуру женщины, везущей санки, на которых лежит ее муж, и поставить это просвет на Московском, то есть это на Невском и на Садовой 3 июля, там как раз. И там между, с этой стороны едут, эти, с этой стороны, вот, на улице, вот, женщина, одетая зимой, хоробная, и вот, или, я не знал, мертвого, в общем-то, ногами вперед, на санках, вот, и вот среди вот такой троллейбусно-автобусной, вот, в основном, вот, просто выделен кусочек квадрата. Там можно, площадь позволяла, рельсы были только в одну сторону, а троллейбус мог и объехать. И вот с этой вот идеей, вот, я всю дорогу, потому что мне очень хотелось ее сделать. И она, может быть, каким-то, ну, как это называют, стимулом была к созданию всей серии блокадов, вплоть до последнего вот этого мемориала на Песковевское кладбище с рельефами, вот. Ну, и попозже уже, уже понимая, что война, война приносит страшные бедствия, и страдальцам, основным страдальцам из войны выходят простые, простые, простые люди. Вот. Матери, жены, сестры, братья. Ну, а считаю, что вот элемент солдатской гордости, вот, это 9 мая. Нет руки, нет ног. И вот он, кружку с водочкой, и наград был у него за победу над Верманией, всего лишь на все. Семьи нет, живет в этом пансионе, где, где я таксал, вот. Ну, там его развлекают. Женец у него успел, детей у него нет, никого нет. Это страшное еще и одиночество. Вот. Единственным стимулом общения себя с военными, вот, день 9 мая. Припьем. Идет воспевание героев, как говорит художник, как поэт, что он рад за свой народ, народ воин, народ победитель, вот. А народ-то он, он тоже ведь из народа. И в то же время, в то же время, он и видит, что этот народ принес, скажем, ну, невзгоды всякие военные по собственной стороне. Столько нереализованных, сколько хотелось бы сделать, вот. Масса эскизов в мастерской у меня, вот. Которые ждали в свое время, ну, в реализацию, вот. Ну, как говорится, жизнь складывалась не всегда удачно. Время. Время. Продолжение следует... 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 Чему он стоит на этом пьедестале? После его ухода, вы знаете, вышла книга «Восякин». После этого была учреждена улица Назмана имени Восякина. Учреждена медаль «Общественная память Восякина». Городской совет художественной школы номер один, где его мастерская, музейная сегодня мастерская, является городским музеем, частью музея. И сегодня фильм. Мы посмотрели, был фильм. Для меня лично, то, что я посмотрел, хочу сказать, что фильм показывает, что творчество Восякина в городе, с него прорастает история, как ростки, правды. А это порождает к размышлениям многим живая. Это художник-скульптор эпохи, целой Приворосской, послевоенной, которая запечатлела эту историю. Он показал через свои скульптуры, свое творчество то, что в городе проходило тот дух, время Украинской СССР воспринималось. Значит, это чувствуется. Тема войны. Если взять тему войны, то я вам скажу, здесь вот два есть таких сравнения. В фильме прослеживается голод 30-х годов, о чем сам говорит автор. Это одна организация голода, как оно протекало. А вторая Ленинград, вторая сторона, которая организовывала голод. Когда использовался голод, как оружие. Самое жестокое, нечеловеческое. И тема голода проходит и в режиме, который был, и в режиме другой фашистской режима. В чем-то похожее, когда идет уничтожение в городе. Я думаю, что фильм – это знаковое событие для романскости, для города, для творчества, для юношества. Один казак-рок Васякин объединяет всех, всех политиков, любого взглянувания. Возле памятника все митинги, и сцены ставлят, и войны политические проходят. Там встречают и военных, и с Востока, и с Африкин, и все современные. Он объединяет. Уже это объединяет всех, кто как бы смотрел на его творчество, на его перед, объединяет. Нечего уже кому-то сказать. Казак-рок – это наш. Это наш Васякин. Спасибо за работу. Спасибо. Спасибо.